Сейчас дом на Петра Сухова принадлежит Академии гостеприимства, которая в случае с Александром Тарусиным оказалась негостеприимной. В конце июня мужчине пришла повестка в суд. Его обязывают покинуть комнату. Взамен администрация образовательного учреждения ничего не предлагает. Причем в других комнатах прописаны люди, у которых имеется еще собственность. Академии удалось, по-моему, пять лет назад перевести данное здание в нежилое, вместе с проживающимися здесь людьми, также матерями-одиночками и так далее. Насколько мне известно, в суд подано на меня. Другим жильцам приходили письма о том, что просят выселиться добровольно. С улицы этот дом, мягко говоря, кажется ветхим. Треснула штукатурка, прогнивает крыша, старые окна. Внутри все выглядит еще хуже. Но даже в таких условиях, в официально нежилом здании, люди продолжают жить, потому что идти им больше некуда. Вот здесь провалился сосед, который намного меньше меня размерами, полез сбрасывать крышу снег. Упав, сломал ребра здесь. За такие условия платят по две-три тысячи рублей ежемесячно. Вот так, к примеру, выглядит душ на первом этаже. Мыться в нем страшно, но дом не признают аварийным. Для начала его нужно перевести в муниципальную собственность. Однако мэрия, по словам руководства Академии гостеприимства, не берет дом на баланс из-за долгов жильцов по коммунальным услугам. Мы сделали выписки из тех паспортов, все узаконили. Потом приходили из городской администрации. Оценивали все. Вопрос шел о передаче здания из краевой собственности в муниципальную. Ну, вы знаете, это уже, наверное, длится года четыре. Почему мы подали на него суд? На сегодня у Тарусина долг почти 40 тысяч рублей коммунальной услуги. А второе мы сегодня проверяем на принадлежность проживать в этом общежитии. Академии гостеприимства принадлежат два ветхих здания. И жильцы обоих – должники по коммуналке. Общая сумма долга – порядка полутора миллионов рублей. Директор учреждения уверяет, такие суммы Академия выплатить не может. Это первая причина, по которой приходят жильцам повестки в суд. Да, до какого-то времени исправно платили. Ну, ушел на пенсию, определенные трудности с работой были, как у всех. И тут еще плюс коронавирус помог этому, все способствовал. Вторая причина рассылки повесток – право на проживание. Если у людей есть иная недвижимость в собственности, то их вполне законно выселить. Но вопрос в том, что у многих людей, как у Александра, комнат в общежитии – единственное жилье. Окончательное решение в отношении бывшего полицейского суд вынесет 29 июля. Юристы утверждают, у экс-прапорщика МВД есть шансы остаться в своей комнате. Факт того, что его заселяли от МВД, он подтверждает. И у нас нет оснований ему не доверять. Также, насколько нам известно, сейчас по этому делу у нас проводят предварительную проверку органы Следственного комитета Российской Федерации. И если это окажется, на самом деле, что права данного гражданина нарушены, то, я думаю, компетентные органы в этом вопросе разберутся. Другие жильцы настроены оптимистично. Слишком часто им стали приходить повестки о добровольном выселении, но пока из общежития никого не выгнали. Люди надеются, что обойдется и на этот раз, и они не останутся на улице. Правда, в этом случае есть другой риск – не пережить зиму в сильно обветшавшем доме. Елена Кузовкина, Екатерина Шахова, Александр Антропов. День с толком.